В одном из киевских музеев представлены куклы в казахских национальных костюмах. Они были выпущены в Украине в конце 60-х годов прошлого века. И теперь соседствуют с неваляшками и металлическими конструкторами советской эпохи. В уникальном музее побывала и наша съемочная группа. Украинский государственный музей игрушки давно превратился в местную достопримечательность и излюбленное место школьников. Здесь они могут увидеть и даже потрогать игрушки их родителей, а взрослые вновь окунутся в атмосферу детства. Музей был создан в 2005 году, но коллекцию для него начали собирать задолго до открытия. Около 20 тысяч экспонатов рассказывают о более чем двухвековой истории производства игрушек в Украине. В музейном фонде есть автомобили, куклы, книги и даже детские музыкальные инструменты, за хранением которых бережно следят сотрудники музея. Игрушка авторская, она особенно ценна для нас, потому что это штучный товар, это произведение искусства, это работа скульпторов, художников. Опять же, вышеозначенные критерии, они важны. И влажность, и температурный режим, и кондиционирование, и освещение. Мы стараемся, чтобы наши игрушки были в индивидуальных упаковках. Вот в этом году мы смогли, скажем, исходя из тех условий материальных, которые у нас были, обеспечить вентилирование, вентиляцию фондов. Особое место в коллекции занимают игрушки в национальных костюмах других стран. Есть тут и куклы в казахских национальных нарядах, созданные в Украине полвека назад. Все они как на подбор и сияют от блеска, потому что создавались в единственном экземпляре и на заказ. У нас есть игрушки 1939 года и 1950-х, и начала 1960-х годов. И, естественно, очень важное место занимают куклы в национальных казахских костюмах. У нас небольшая коллекция, но есть эти игрушечки. Старались все-таки сохранить этнические какие-то нюансы при исполнении, при подготовке костюма. Но, естественно, тяжело украинцу знать нюансы казахского костюма. Но изучали историю, и, естественно, по фотографиям все это воссоздавалось. Экспонаты позволяют понять, то, как менялись игрушки в зависимости от времени и условий жизни. А также узнать, производилось ли изделие в промышленном масштабе или создавалось вручную. Между фабричными и народными, к слову, много отличий. Например, авторские игрушки делают не только из дерева, но и из тростника и глины, различных тканей и соломы, и даже из кукурузы и сыра. Айдана Карибжанова, Айда Кадырбай, Петр Барейко, Хабар, 24, Украина.